Итак, мне дошли Харли Бентон джаз бас. Вот он какой. И я, конечно, его взял, чтобы сравнить со своим Precision. Ну, то есть он модифицированный, да, это был Precision. Сюда вставил вот ещё один датчик. И самая первая вещь, которая меня волнует, это вес. Эта гитара намного тяжелее, чем мой Precision. Ну вот прям, вот это тяжёлая гитара. Если я ныл, что моя тяжёлая, больше нет. Намного легче. Потому моё. Единственное, я хочу только колки поменять, поставить здесь Ultra Light, чтобы снять чуть-чуть веса с башки, чтобы меньше перевешивало. Но, в принципе, это лёгкий бас. Мне очень повезло, я очень рад. Опять же, такие вещи понимаешь только в сравнении. Если бы не это, я бы начал тут модифицировать, да я даже другую хотел бас-гитару покупать. А теперь я уже не хочу, потому что я понимаю, что просто моя бас-гитара не тяжёлая. Вторая вещь, которая мне была очень важна, это гриф. У джаз-басов обычно вот здесь узко. У Precision толсто. И это очень большая разница, там почти на 10 сантиметров разница. Здесь играть намного легче. Особенно вот здесь и слэп. Намного легче, намного удобней. Хотя сам гриф, тут он толще. У меня он какой-то тут тонкий, но он зато широкий. А здесь он толще, но зато намного уже. Так вот, я даже и не знаю, что больше на вес влияет. В принципе, я бы хотел вот такой гриф, который он узкий. Но я бы хотел, чтобы он чуть-чуть и тоньше был. Потому что тут он всё-таки чуть-чуть такой толстенький у нас. Может, это он просто сделан под 70-ми. Может, другие джаз-басы здесь тоньше, не знаю. Но опять же, на этом играть намного удобнее, намного больше скорости. Особенно вот слэп больше попадать. Мне гриф этот намного больше понравился, чем мой, конечно. И сразу нехорошо. Сразу здесь огромное расстояние между струн. Это очень неудобно. Мои, как ещё, небольшие руки. Я хочу такой гриф. По звуку, ну, вы сами вот сейчас услышите, что разница есть. Но смысл, что звук и так, он должен отличаться. Всё-таки датчики совсем разные. Тут и тут. То есть, звук, по сути, сравнивать может и не имеет смысла. Хотя, одна вещь, которая меня тоже беспокоит, это... Роузвуд гриф и Мейпл. Я не знаю, как там по-русски, но я имею в виду, что накладка такая вот светлая. И накладка тёмная. Считается, что это имеет влияние на звук. То есть, если накладка светлая, звук более яркий. Если накладка тёмная, звук более тёмный. По этому поводу я не знаю ещё. Но если я буду всё-таки менять здесь гриф на своей бас-гитаре, я до сих пор не знаю, мне брать светлую накладку или тёмную. Поскольку у меня здесь всё белое, я бы хотел, конечно, тёмную. По качеству сборки ещё что я могу сказать? Могу констатировать, что это не сквайр. То есть, вот когда я беру свой сквайр буллет, я чувствую, что там дешёвая гитара. Отдаёт пластмассы. Здесь я не чувствую пластмассы. Конечно, когда играю, здесь струны чуть-чуть высоко стоят, и чуть-чуть чувствуется, что, ну, наверное, она недорогая. Но нет вот каких-то острых каких-то вещей. Потому что вот на дешёвых гитарах всегда что-то острое, что-то режет. Здесь она сделана мягко, просто гладко. Вот это самое приятное. И в целом, ну, вот я не вижу каких-то дефектов. Наверное, здесь и вы выигрывает именно Харли Бентон, и почему они так вот всех и любят. Они просто, они такие как вот гладкие, мягкие. А берешь какой сквайр, там сразу вся рука в крови. Тут что-то вот неприятно трогаешь. То есть я очень довольный. Вот с таким начинать играть можно, конечно. Без проблем. Так вот, я одолжил этот бас только чтобы сравнить со своим. И меня, конечно, интересовал, во-первых, вес, во-вторых, гриф. Ну и, конечно, качество. Было очень интересно посмотреть, как Харли Бентон. Короче говоря, чувствуется, что она дешевле этой. Но играть можно. Я бы играл и даже не знал, что есть другое. То есть всё опознаётся в сравнении. И как какой-нибудь первый инструмент, я считаю Харли Бентоной. Ну, по крайней мере, то, что вот теперь мне попалось. Мне очень понравилось. Ну и, конечно, вставлю сейчас фрагменты длинные, как я играю в «Войну с лэпом». Выражаю большую благодарность человеку, который мне это одолжил. Спасибо тебе, Мантас, большое. Мне очень помогло определиться, куда мне направляться со своим басом. Что мне менять. И в целом, вот я с джаз-басами, по сути, не играл никогда с настоящим джаз-басом. Ну, если можно его назвать настоящим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok